Доброе утро, уважаемые саровчане! Сегодня мы с вами 15 июня в понедельник сравниваем нашу ситуацию по коронавирусной инфекции с четвергом, с 11 июня, когда мы последний раз с вами встречались. У нас на сегодняшнее утро 307 больных общей суммой, и это плюс 57 за стекшие 4 дня. То есть по-прежнему у нас идет нарастание примерно по 15 человек в день, плюс-минус с небольшой разницей. И эта картина у нас с вами наблюдается с начала июня. То есть прирост примерно в 15 человек в день у нас идет изо дня в день. То есть при этом рост наблюдается, с моей точки зрения, значительный, но то, что сам прирост в количестве не увеличивается, говорит о том, что, может быть, мы с вами вышли на некоторое плата, во всяком случае для того периода, на котором мы с вами сейчас находимся. При этом выздоровевших 96 человек, и это только плюс 2 за стекшие четверо суток. Таким образом, 211 человек продолжают болеть, и из них 44 человека госпитализированы. А именно в нашей Саровской больнице 36 человек, и из них 12 со средней степенью тяжести, и 8 человек в Нижнем Новгороде. 2 у нас по-прежнему в 23 инфекционной больнице, и 6 в Помце. В Помце из 6 человек 3 средней тяжести и 2 тяжелых. Вот эти тяжелые люди, которые находятся сейчас в реанимации и в очень трудном положении, как раз говорят о том и напоминают нам о том, что заболевание достаточно тяжелое, и нужно о нем помнить, несмотря на то, что многие уже расслабились и считают, что это все ерунда, и основная масса болеет легко. Все-таки тяжелые есть. И постоянно нам еще и говорят, что вы нас этими цифрами говорите, что это все нормально, что это у нас все хорошо, и считаете, что раньше было по 2-3 человека, это было плохо, а теперь по 15 – это хорошо. Конечно, по 15 – это ничего хорошего, но мы совершенно четко по графику с вами видим, что на этот уровень заболеваемости мы вышли с тех пор, как вышли на первый этап снятия ограничений. То есть как только снимается этап ограничений и допускаются новые контакты, новые встречи людей, гораздо более массовые по сравнению с той изоляцией, которая у нас была в апреле и мае месяце, когда мы наблюдаем вот эти новые явления, соответственно, появляются новые случаи. И опять же мне говорят, что раньше вы нам разжевывали каждую цепочечку, каждого нового больного, кто откуда приехал, кто как заразился, а теперь, когда у нас по 15, а иногда больше человек, иногда меньше, вы уже об этом молчите. А говорить уже, собственно, уважаемые горожане, нечего. Это все то же самое. Я уже все цепочки вам рассказала, все заболевания, как они происходят. Ничего при этом не изменилось. Значит, по-прежнему у нас есть привозные случаи. По-прежнему у нас есть привозные случаи именно из лечебно-профилактических учреждений, потому что в лечебно-профилактических учреждениях почти всех городов есть заносы ковид-инфекции. И там можно заразиться. И реально больные люди со сниженным иммунитетом, получая лечение по поводу других заболеваний, заражаются и приезжают сюда, уже болеют у нас ковид-19. По-прежнему это большое очень заражение в семейном круге, в домашних наших очагах. Если один человек заболевает, то в семье, живущей в одной квартире, как правило, заболевают почти все. И от этого достаточно сложно избавиться. Хотя можно, конечно, предусмотреть разные меры. Но вот практика показывает по всей фактически нашей стране, что в семейных очагах заражаются многие. И заражаются в том числе и дети, я об этом уже тоже много раз говорила, и заражаются взрослые. И это заражение, конечно же, по-прежнему и в гостях. Причем вот последние наши случаи, вот эти по 15 случаев каждый день, вообще все 57 случаев за последние, за наши праздничные дни, все, которые мы отработали, это практически все контакты без средств индивидуальной защиты. Люди признаются, что не одевали маски, общались достаточно близко, курили вместе, рукопожатия были. То есть почему-то уже при такой вот эйфории уже забыли о средствах индивидуальной защиты. То есть все наши случаи заражения как привозные, как внутренние, как на работе. Кстати, появились новые случаи у нас на работе. И если мы говорили о двух вспышках в фонде социального страхования, в 14-й столовой, то мы прекрасно понимаем, что единичные это случаи, не вспышечные, не групповые, а единичные. Есть у нас на очень разных по местам работы. И там, конечно, люди совершенно четко заражаются только те, которые не используют средства индивидуальной защиты. Но у нас еще под наблюдением к нашим 211 сейчас болеющим людям еще 165 человек. И вот из контактных как раз у нас достаточно большая группа всегда людей переходит в болеющие. Поэтому мы обращаемся в том числе и к контактным. Нужно следить внимательно, нужно использовать средства индивидуальной защиты ровно там, где вы можете и способны это делать, для того, чтобы эту заболеваемость можно было снижать. А что касается сравнениям с заболеваемостью с другими регионами. Мы все время с вами говорим про Нижегородский регион. Кстати, я напоминаю, что у нас карантин с Дивеево еще не снят, хотя снят уже карантин с Дивеевского монастыря. Ну и другие карантинные пункты у нас остались в Нижегородской области. Но тем не менее, мне всегда говорят, что вы нас сравниваете с Москвой, с Нижним Новгородом. Сравните вас лучше с такими уже закрытыми административно-территориальными образованиями, как мы. Вот я эту сравнительную характеристику делаю, и мы на оперативном штабе в НИИ всегда обсуждаем это конкретно. Вам я в общих цифрах могу сказать, что там, где наши зато расположены ближе к Москве и в Московской области, там заболеваемость большая, выше, чем у нас. Чем дальше от Москвы, чем ближе, вернее, чем более к Востоку отстоят наши закрытые административно-территориальные образования, тем меньше там заболеваемость. Но у них сейчас начинается вот тот рост, который у нас наблюдался месяц назад. То есть мы, конечно, ни в коем случае не желаем этого, но мы видим, что у них ситуация просто с разницей в месяц начинает развиваться. Ну а если взять достаточно сравнимые вещи, те, кто расположен непосредственно рядом с нами и похож на нас. Вот давайте возьмем, например, Заречный, город Заречный Пензенской области. В Свердловской области еще у нас есть один Заречный, кстати, если вы будете смотреть, там цифры совершенно разные. Вот в Заречном, допустим, Свердловской области они дальше расположены, там меньше заболеваемость. А в Пензенской области уже гораздо выше. И при том, что население Заречного Пензенской области примерно в половину меньше нашего, заболеваний там сейчас в два раза выше, чем у нас. Если вот у нас 307, то на сегодняшнее утро у них было более 600 уже. Но при этом, общаясь с коллегами, я вижу, что и штаммы заболеваний ходят достаточно разные. И само заболевание протекает по-разному. Вот опять же, если мы говорим о Заречном, то там гораздо более тяжелых форм, тяжелых форм там больше. И там уже есть, к сожалению, 10 случаев с летальным, со смертельным исходом. Поэтому, ну, что сравнивать нас с другими? У них может быть больше общений с Пензой, у них достаточно большие контакты, у них другие условия, может быть, другой штамм ходит. Поэтому я могу сравниться еще, допустим, с затошками, которые расположены дальше. Они идут ровно по такому же сценарию, по динамике, как и мы. Но, повторяю, они отстоят дальше. Если мы берем, например, зато звездный городок в Подмосковье, то, конечно, там заболеваемость выше. Конечно, там ситуация гораздо хуже обстоит. При этом мы с вами должны помнить, что все-таки сейчас, когда заболеваний становится много, люди говорят, что мы, когда заболеваний было мало, сидели все дома, не работали. А вот сейчас заболеваний стало много, мы все вышли на работу, и все говорили, что это все нормально, продолжаем работать. И уже открывается и Москва, и Нижний Новгород, отменяется пропускной режим, отменяются QR-коды. Как такое возможно? И где здесь логика? Логика, товарищи, очень простая, и она была озвучена государством нашим, правительством, равно как и правительствами других стран. Это говорилось заранее, вслух, и всем это было понятно. Я напомню вам еще раз. Тактика была очень простая. Нужно было подготовить медицинские организации страны к приему такого рода больных. Нужно было переоснастить койки, перепрофилировать их, оснастить их необходимым оборудованием, обучить персонал, обоспечить персонал средствами индивидуальной защиты, наладить производство медикаментов, которые могли бы лечить это заболевание, и набраться опыта хотя бы на базе Москвы. И это успешно было сделано практически по всей стране. И мы видим сейчас, что те тяжелые случаи, которые у нас были в Москве даже в начале заболеваний, которые приводили к смертельным исходам, сейчас уже вытягивают их, их возвращают к жизни. И новые методы лечения, новое оборудование позволяют это делать. И, конечно, совершенно понятно любому грамотному человеку, что мы не можем в скорлупе сидеть бесконечно. Каждый раз с новым этапом выхода мы будем иметь небольшой всплеск заболеваний. Это естественно. Но сейчас наша задача, я повторюсь это в сотый раз, чтобы не было вспышек групповых, чтобы не было заболеваемости в рабочих коллективах, чтобы те, кто заболел, выявлялся вовремя, а у нас уже охват тестированием к этому периоду подготовлен, и лаборатории оснащены, и опять же обучены, и опыт большой имеют. Вот для чего все это было сделано. И теперь уже та заболеваемость, которая у нас появляется, она нас, конечно же, не радует, но мы к ней уже готовы. И мы можем ее обслуживать таким образом, чтобы не уходить в тяжелые случаи. Вот основная тактика, вот к чему мы пришли, к чему мы идем дальше. Поэтому все вопросы о том, что мы возвращаемся и больше не работаем, нет. Мы, большинство из нас, мы возвращаемся к работе, только работаем со средствами защиты. Вышел за эти дни новый указ губернатора нашего Нижегородской области от 11 июня. Там внесены некоторые коррективы, и на основные моменты я обращу ваше внимание. Значит, поскольку мы с вами сейчас находимся на первом этапе снятия ограничений, то я напомню, что на первом этапе там разрешена у нас торговля розничная в тех организациях, которые имеют площадь менее 400 квадратных метров, имеют отдельный вход с улицы, и там еще есть ограничения по общей площади на одного посетителя, за которым должны следить. При этом остается везде и масочный, и перчаточный режим. В первую очередь в помещениях. Конечно, если вы выходите на прогулку, нет никакого смысла гулять в средствах индивидуальной защиты. Мы для того и выходим, чтобы погулять свежим воздухом, и проветриваем обязательно в это время помещение. И рабочие помещения обязательно нужно проветривать не менее двух раз в день. И дезинфекционные средства использовать, и влажные уборки проводить. Но тем не менее, мы выходим на улицу для того, чтобы подышать. Если рядом с нами чужих людей нет, с которыми мы близко, на расстоянии меньше, чем полтора метра общаемся, разговариваем, то средства индивидуальной защиты можно не использовать. Но, входя на работу в общественный транспорт, в магазины, в аптеки, в любые помещения, там, где узкие горлышки у нас, в подъезды наши жилые, в общественные организации, в государственные органы, мы везде масочный и перчаточный режим продолжаем соблюдать. При этом еще хочу отметить, что у нас разрешена на первом этапе работа салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность. Такие в городе есть и успешно работают, уже многие их услугами пользуются. У нас разрешена работа объектов спорта без массового посещения, с соблюдением норм площади. Напомню, норма площади везде для предприятий, кроме магазинов, одинаковая. Это 10 квадратных метров на одного человека, допустим, в спортивных учреждениях, в залах. При этом разрешается работа музеев, библиотек, кроме читальных залов. Ну и, конечно, на объектах спорта я не сказала, но это очевидно, что без массовых различных мероприятий. Организации дополнительного образования разрешена работа с очным пребыванием людей до трех человек, включая преподавательский состав. Это значит, что один преподаватель может заниматься очным максимумом с двумя людьми. Это тоже такое небольшое допущение для того, чтобы можно было постепенно выходить и уже выпускать в какую-то работу и доп наше образование. Все равно мы к этому должны прийти, мы это должны достичь с вами. Ну и, конечно, напоминаю всем по этому поводу, очень много вопросов. Говорят, что хватит нам рассказывать о количестве заболеваний. Вы нам лучше расскажите, на что обращать внимание, каковы первые симптомы заболевания, какие каковы основные периоды заболевания и что нам в этих случаях делать. Значит, сейчас очень обобщен интересный опыт работы медиков практически всех стран, кого задействовала пандемия. И в первую очередь нам интересна, конечно, работа тех стран, где развита медицина, где были проведены широкомасштабные исследования, где не просто лечили больных, а успевали регистрировать, заносить это все в карты, анализировать и проводить дополнительные исследования патогенетические, где вводились новые методы лечения, отрабатывались. Вот такие конференции для медиков проводятся сейчас. Они очень интересны. Я из них возьму только маленькую толику информации для вас по периодам. Значит, первый инкубационный период до 14 дней, скрытый, чаще всего протекает от 2 до 7 дней. Вот в эти периоды проявляются первые заболевания. И в зависимости от того, какова заражающая доза, сколько и как человек будет переносить это заболевание, легко или тяжело, проявление может быть большое. Могут быть классические проявления острого респираторного вирусной инфекции, не буду их перечислять, а могут быть очень легкие. Например, потеря вкуса, потеря обоняния, небольшая одышка. То есть первые симптомы, они могут появиться достаточно легкие и быть всего 1-2 дня, включая температуру, и потом уйти. И таким образом человек может переболеть малосимптомно или бессимптомно. Сразу скажу, что человек, болеющий, малосимптомно и, соответственно, и малозаразен для окружающих людей. Но опять в зависимости от того, как он с ними общается. Если он общается близко и тесно, да еще и долго, например, на рабочем месте, как нам все заболевшие в эти выходные люди сказали, когда мы спрашивали, использовали ли они маски, они сказали, конечно же нет, неужели вы думаете, что мы будем сидеть на работе в масках. Но вот почему-то мы, уважаемые саровчане, думаем, что те, кто не хочет заболеть, именно будут сидеть на работе в масках, особенно если этот контакт ближе, чем полтора метра. Так вот, получая заражающую дозу, напоминаю, значит, первые симптомы до 14 дней в среднем неделю, потом еще примерно 4 дня уходят на поражение верхних дыхательных путей, когда может быть небольшое подкашливание, может быть, першение только в горле, какие-то неприятные ощущения. У некоторых больных, у наших, я говорю даже по опыту нашего города, только небольшое першение и небольшая осиплость голоса. Кстати, вот ее многие отмечают, даже посторонние люди, а не сам больной. Он говорит, да это вот я просто не разговорился. Осиплость горлоса – тоже интересный симптом, на него тоже нужно обращать внимание. Затем еще неделя уходят на поражение нижних дыхательных путей. Не буду рассказывать патогенез, какие клетки и что заражаются, но тем не менее, вот он как раз, даже в малосимптомных случаях, вот в этот период, чем характеризуется? Человеку становится как будто тяжелее немножко дышать, появляется одышка в нагрузке. Человек считает, что он просто просидел на изоляции целый месяц дома, не тренировался, стал более вялый, более такой вот неспортивный. Ему теперь просто немножко потяжелее дышать. На самом деле это тоже может быть симптомом. И некоторые именно на фоне этих симптомов, проходя компьютерную томографию, у них находят изменения уже в легких, связанные с компьютерной томографией. Сразу скажу, что на этом этапе уже, как правило, в мазках коронавирус не выделяется. Он спускается ниже и определяется уже у нас только на уровне нижних дыхательных путей. Поэтому заболевания ставятся и у нас, в том числе в городе, коронавирусной инфекцией уже без мазка при наличии характерной компьютерной томографии. А там, в зависимости от того, какое у вас выдалось заболевание, тяжелое или легкое, на этом этапе либо уже идут осложнения, либо начинается выздоровление. Таким образом, в лучшем случае выздоровление заканчивается за две недели, в худшем течет очень долго. Ну и, конечно, есть в стране, напоминаю все-таки об этом, это заболевание коварное, есть и смертельные исходы. И у нас сейчас очень два тяжелых человека в реанимации, напомню, находятся в полнце. И сейчас уже медики четко понимают, что в зависимости от фазы заболевания, вот от этого периода, в котором находится больной, лечение, оказывается, лечение проводится по-разному. И в зависимости от того, затронуты легкие или нет, тоже лечение будет разное. Поэтому само лечение на дому я бы никому не рекомендовала. Нужно все-таки обращаться к медицинским работникам. Поэтому, товарищи, будьте внимательны, продолжаем масочный и перчаточный режим, входим постепенно в работу с мерами профилактики. Всего вам доброго, до свидания.